Да-да-да, братан, давай, все, до завтра, давай, увидимся, давай, пока. Куда ты у меня собрался? Слушай, я завтра после работы к Сане схожу, к нашему, ну ты его знаешь, не теряй меня, мы там посидим с ним немножко, ну, туда-сюда. Когда-то Саня уже женится-то, а? А что ты его женить-то все время хочешь? Ну как, что, женится со своей женой, будет сидеть, а ты со своей. Да, Саня не может себе найти подходящую девушку, и знаешь, он что-то сильно про тебя думает. Ну, чей-то он про меня думает. Да, думаю, побудется ему такая же, как ты, и все. Че все? И придется нам искать какого-нибудь неженатого друга. Зачем? Ну, чтобы подрядиться, можно было у него посидеть спокойно в мужской компании. Дорогая, слушай, а ты не видела, где мои саморезы лежат? Никак не могу найти их. Саморезы? А что это такое? Ну, это такой металлический стержень, у него там шляпка есть, и лесенка вдоль у него идет. А, гвоздики кудрявые. Да, да, где они? Они в шкафу лежат, в синей коробке из-под бергудайзера. А это что такое? Ну, ты что, не знаешь, что такое бергудайзер, что ли? Угу. Ну, понял. Понял. Ну, и вот, я сегодня, значит, сходила в гости к Маринке. Она, прикинь, себе купила новое платье. Такое красивое, красное, с черными полосочками. И теперь не знает, куда вот в нем лучше сходить. Либо в кино сходить, либо в ресторан. Если она пойдет в ресторан, ей же надо будет нового парня искать. Она со своим татоликом поругалась, он с ней уже не пойдет. А если пойдет в кино, то она говорит, ну, давай с тобой вместе сходить. Гер, ты чего? Гер. Гер. Ты... Слушай, такая прикольная история про Маринку. Да, слушай. Хо, дорогая, наконец я перемыл эту гору посуды огромную просто. Ага, сковородку. Ладно, давай сковородку помоем. Ген, мне надо с тобой серьезно поговорить. А и о чем? Мне кажется, ты меня совсем уже не любишь. И вообще, ты все делаешь для галочки. А откуда ты про галочку-то узнала? Какую галочку? Какую галочку? 68, 39, 40. Гена, зачем тебе эта бутылка? Ты еще зачем-то сжимаешь ее? А, это-то. Да, чтобы не слышно было, как Костик хрустят. Выдувщик. Дорогая, а ты не видела мои трусы с сердечками? Какие? А, ты счастливый, который у тебя? Ну, да. А что ты их решил одеть-то? Ну, надо трусики же одеть на работу-то. Погоди, у тебя же сегодня корпоратив. Что ты собрался у них делать по костинам? Что, Геночка, стал запахи чувствовать? Да, ты уже был, бедежа уже, глаза лежит он. Я же тебе говорила, гречу надо брать. А ты, горох, горох. Теперь буду гречку брать. Ген, прикинь, сосед-то наш, Витька, разводится со своей женой. А почему? Так она ему изменяет. А он-то как узнал? Да как узнал? Когда в командировку уехал, камеру поставил. Блин. И что, эта камера прям видела, с кем она ему изменяет? Да, к сожалению, лица не видно. Но смысл понятен. Вот, Витька, ты выдумщик, да? Какой выдумщик, да? Ага, ладно, пойду белье развешаю. Выдумщик какой, а, Витька? О, дорогая, ты пока там занимаешься, давай я в магазин сбегаю. О, здорово. Купи мне тампоны, только обязательно, чтобы там было не менее четырех капелек и с крышками, не перепутай с прокладками, хорошо? Еще мне нужен гель для душа, только обязательно какой-нибудь ягодный. Только не смородина и не малина, ладно? Вишневый, что ли? Фу, только не вишневый. Блин, слушай, так сложно, может, смотри, тогда сбегаешь уже. О, здорово, давай, ты кран-то дочини. А, не-не-не-не, ладно, я пошел в магазин, сейчас, пизан, давай, краном занимайся. Значит, что тебе взять надо, скраб малиновый, да, с крылышками? Или, или что? Или что, мне кран починить все-таки? Ладно, давай сама, короче. О, ты что, шаурму ешь, а мне? Да возьми, там лежит, я купил тебе тоже. Ага, ребенок что, кушать будет? Я и на него тоже взял. Ну, у меня так-то сейчас еще и мама приедет. Посмотри, там лежит целая куча шаурмы, я специально взял на всех. В смысле на всех? Ты что, охренел, что ли, столько денег потратил? О, блин, капец с тобой, а. Ген? Ген, что за вис-то? Да погоди, у меня там идея для видео пришла, подожди. Что за идея? Да подожди пять секунд, сейчас сформируется мысль. Ну скажи, слух, мы виски ее додумаем. Да все. Что, все, придумал? Забыл, блин, спасибо. Многие постоянно спрашивают, как 60 лет выглядеть на 40. Ну, во-первых, это ежедневная физическая активность, как минимум утренняя зарядка. Во-вторых, это правильное питание, которого нужно придерживаться обязательно. Ну, а в-третьих, да хрен его знаю, как выглядеть 60 на 40. Мне 44 года, я вообще без понятия.